К нам присоединяется Владимир Вячеславович Фисенко, политолог. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Давайте, конечно же, начнем в первую очередь, отвечая на истерики в Кремле, конечно же, что это не посягательство на чужие территории. Это обозначение, где этнические украинцы проживали еще столетия тому назад, до того, как оттуда их, конечно же, выживали и так далее. Вот, кстати, это же не новая идея. Если я не ошибаюсь, с 1919 года карта ОНР, это еще тогда Грушевский эту идею подал, чтобы определить, где живут этнические украинцы, и была создана соответствующая даже карта, чтобы поддерживать их на всех территориях. Тогда только шла речь о независимости Украины. Вот, вам слово, Владимир Вячеславович, развеивать все мифы. Ну, во-первых, что касается истории столетней давности, тогда не было четких границ. Распадалась Российская империя, создавались на ее территории новые государства. Были территории, которые имели все-таки исторические границы, и этнические, и административные. Например, Финляндия, которая была присоединена только в начале XIX века, и там было легче разобраться. Но было немало территорий, где было и смешанное население, и вот как бы не было такой вот четкой границы. Вот когда распадался Советский Союз, то в соответствии с нормами, или Югославии, например, в соответствии с нормами международного права, границы проходили по административным, границам бывших образований в составе Советского Союза или Югославии. И эти границы надо уважать. Вот это, что очень важно. Принцип нерушимости границ, уважения границам – это основополагающий принцип международного права, который был нарушен Россией. А мы в ответ на российские заявления, что якобы вот Россия освобождает, возвращает исторические русские земли, мы напоминаем россиянам. Вот это одна из целей этого указа – напомнить россиянам и международному сообществу, что на самом деле историческая реальность гораздо более сложная. И на территории нынешней Российской Федерации было немало мест компактного проживания украинцев. Кстати, не все из них были выдавлены. Чаще всего происходил процесс русификации местного населения. Причем иногда украинское население довольно долго, зачастую даже в течение столетий, сохраняло свои особенности, свою идентичность. Их могли называть русскими, вот как жители Кубани. Но культура, культурная традиция, язык оставались в течение столетий украинскими. И сейчас вот часто вспоминают, я в связи с указом уже не раз видел кадры выступления кубанского народного хора и другие кадры, где как раз и показывается. И та самая же украинская культура только на территории Кубани. А кубанцы, кубанские казаки, это запорожские казаки, выселены еще при Екатерине на территорию Кубани. Приведу пример, связанный с историей моей семьи. По отцовской линии родители моего отца, но он сам вырос там. Это Карачанский район Белгородской области. Это Слобожанщина. И на Слобожанщине, да, были русские, но преимущественно жило украинское население. И фактически, когда уже при Советском Союзе создавали Украинскую Советскую Социалистическую Республику, то достаточно искусственно этот регион разделили. И вот Харьковская область оказалась, и Донбасс оказались в составе абсолютно логично, закономерно из-за преобладания украинского населения. Из-за украинской идентичности населения на этих территориях оказались в составе Украинской Советской Республики. А Белгородщина тогда была частью Курской губернии. Но это было все очень искусственно. Бабушка моя до конца жизни говорила на украинском языке. А дети уже, естественно, говорили по-русски, потому что это была Российская Федерация, и обучение, административная практика и все прочее было на русском языке. И вот это происходило и в других регионах, где проживали компактно украинцы. Фактически, вот преступление, уничтожение украинской идентичности, то, что сейчас Россия делает на оккупированных территориях Украины, это происходило и при царизме, и при советской власти. Уничтожалась украинская идентичность. Это происходило много веков, но в истории Украины известный Волуевский указ еще в XIX веке, который был направлен на уничтожение, запрет украинского языка. Многие другие вещи. Вот опять-таки, та же самая Белгородщина, мне дед рассказывал, как меняли фамилии. И, например, вот люди, которые тоже носили уже на российской территории фамилию Фисенко, чтобы как бы легче было продвигаться по службе и так далее, чтобы считаться своим, прибавляли просто одну букву к фамилии, чтобы выглядеть русским. И таких примеров очень много было. А что касается от исторических русских земель, вот и указ призывает собирать свидетельства, факты о том, что на тех землях, которые сейчас в составе Российской Федерации, проживали этнические украинцы. Это можно найти, например, даже в литературе, в том числе и относительно современной литературе. Известный советский и российский писатель Константин Паустовский, который, кстати, вырос в Украине, в Киеве, дед его в Белой Церкви, до сих пор там памятные знаки есть, дед, кстати, из запорожских казаков, по другой линии у него польские корни. Это, кстати, типичная история для современной России. Вот чтобы они тоже не кичились, что вот они там настоящие русские и так далее. Это смешанное население, которое просто попадало под имперское влияние. Так вот он описывает, еще молодой человек в годы Первой мировой войны попал под Таганрог. Это Ростовская область как раз, вот упомянутая в указе. Рыбаки под Таганрогом, рыбаки на Азовщине, размовляли украинскую мову. Вот вам просто маленький факт из литературы, из современной литературы, которую можно найти в российских библиотеках. И таких фактов, на самом деле, очень много. Поэтому указ направлен на восстановление исторической справедливости, напоминание россиянам, международному сообществу. И нам, кстати, тоже о том, что украинцы и на территории современной Российской Федерации. В перспективе, когда история, ну, вернее, когда практика политическая в России будет более нормальной, Россия, возможно, через какое-то время станет более нормальной, более цивилизованной страной, а не так, как сейчас, тогда появится возможность возвращать эту историческую идентичность. Люди, кстати, хотят помнить о своих корнях. Ко мне даже в годы войны через социальные сети обращались некоторые люди, ну, однофамильцы, с вопросами, что за фамилия, откуда она пошла, с чем это связано, как вот мы там оказались с такой фамилией. Людей это интересует. Я знаю, еще по 90-м годам и начале 2000-х годов, когда еще в России была более-менее демократическая система, многие украинские общественные организации помогали украинцам на российской территории сохранять свою этнокультурную идентичность и язык. Газеты издавались на украинском языке. В том числе, кстати, это уже районы нового проживания. Это связано с миграцией. В Сибири, на Дальнем Востоке, там тоже немало украинцев. Вообще на территории России несколько миллионов украинцев. И часть из них, к сожалению, абсолютно русифицированная, значительная часть из них вытравили украинскость. Некоторые пытаются искусственно, чтобы быть своим, демонстрировать антиукраинскость, как, например, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, хотя она родом с Украины. Но все-таки историческая справедливость заключается в том, чтобы эти люди помнили, откуда они, чтобы у них было позитивное отношение к своей исторической родине. Ну а для нас напоминание. Украинцы не только в Украине. Украинцы по всему миру есть. Вот уже другая инициатива, появившаяся в День Соборности, о множественном гражданстве, она как раз направлена на то, чтобы дать возможность украинцам из разных стран мира восстановить свою, в том числе и правовую связь с нашей страной. А указ президента о исторических территориях проживания этнических украинцев, он направлен, конечно же, информационно, политически и пропагандистки в том числе, на то, чтобы разоблачать российские мифы и показывать, что надо восстанавливать историческую справедливость. Не через возвращение тех или иных территорий, а через уважение к национальной идентичности различных народов. И, кстати, тоже один из пунктов указа. Он направлен на то, чтобы было взаимодействие с другими народами на территории поневолонными, угнетаемыми народами, на территории Российской Федерации, которые тоже под ударом и тоже могут потерять свою историческую и культурную идентичность, но они хотят ее сохранить. Вот недавние события в Башкортостане это показали. Поэтому мы будем и украинцам помогать на российской территории, помнить, что они украинцы, и будем помогать другим угнетаемым народам. У нас общий противник – это российский империализм. Смотрите, Владимир Вячеславович, вот мы как раз постоянно делаем акцент на том, что это не является какой-то территориальной претензией. Но эту историю, как отметила моя коллега Наталья, подхватили не только пропагандисты, но и, я закавычу эту историю, так называемые оппозиционно настроенные российские журналисты. Так вот, есть такой человек, который зовут Юлия Латынина, да, и вот она там выступила с определенной критикой этого указа Владимира Зеленского, ну, по поводу вот этих исторически населенных украинскими территориях России. А в Твиттере Латынина написала, что якобы у Зеленского ничего не получилось сдавайся, поэтому вот он издал такой указ. Вот ждал – получится, а вот не получилось – и издал указ. Вот такая логика у Латыниной. Также она назвала право Украины на Крым притязаниями, боже, какая красота, притязания в кавычках, в кавычках, вот, и добавила, что это украинцы в России голосуют за Путина. Боже, господи, боже мой. А я даже этого не знал. Я читал этот твит, вот, но как-то вот такой подробности вот я как бы не видел. При этом журналистка считает, что политики не должны заниматься историческими вопросами. Давайте вот этот опус, или как вот его позицию мы увидим, и с вами продолжим беседу, Вадим Вячеславович. Ну, началось бы... Подождите, сейчас. Украина и все притязания Украины на Крым построены не на том, чьи это исторически-этнические земли, а на том, что это юридически зафиксированные международными договорами границы. То есть у Зеленского ничего не получилось в Давосе, Ермак ничего не смог добиться от Саливана в Содовской Аравии, и тут такой указ в подарок. Об исторических землях, исторически населенных этническими украинцами, и расследовании преступлений против них. Как же так? Ведь в России живут генетические рабы и русня. А тут получается, что в ней живут украинцы. И что же они там, в Белгороде и на Кубани, за Путина голосуют? Юлия Латынина, журналистка в Твиттер. Владимир Вячеславович, ну как вам, да, вот завитки логики российской оппозиционной журналистки? Ну, это вот показывает, что среди многих российских оппозиционеров скрываются полноценные империалисты. Да, они могут быть противниками Путина, у них там конфликты могут быть с нынешним политическим режимом, но они такие же империалисты. Мыслят они так же, как Путин. Они отрицают саму Украину, украинскость. Почему любимый собеседник Латынин и Арестович? А потому что он тоже так и не стал полноценным украинцем, не принял. Можно быть русскоязычным, но украинцем, не только культурно, но и политически. А не играться этой темой. Для Латыниной поэтому это вот приемлемо. Это как бы показатель того, что Украина – это тоже Россия. Вот видите, посмотрите на Арестовича. Ну, это так, к слову. Но то, что она говорит, это ведь действительно манипуляция и жонглирование, в основе которой именно имперское мышление. По поводу Давоса. Полная брехня. Вот если уж использовать эту технологию и терминологию, которая идет от Латыниной. Дело в том, я был в Давосе. Могу вам сказать, что швейцарская пресса очень много внимания уделила как раз встрече политических советников, прошедшей в Давосе еще до Международного экономического форума. И то, что Швейцария согласилась, пошла на встречу Украины, взяла на себя инициативу подготовки глобального саммита мира, это означает, что четыре встречи политических советников, в том числе и в Саудовской Аравии, и в Швейцарии, они дали результат. В Швейцарии на встрече политических советников по обсуждению формулы мира президента Зеленского участвовали больше 80 стран. В Саудовской Аравии и международных организаций в Саудовской Аравии несколько больше 60. Мы видим рост числа участников. Это тоже подтверждение успешности. Одно из главных событий Международного экономического форума в Давосе это выступление президента Зеленского. Легко проверить по реакции международной прессы. Из политических событий, политических выступлений это, пожалуй, одно из самых обсуждаемых и цитируемых было в Давосе. Тоже показатель успеха. Украинцам в Давосе от президента до общественности удалось привлечь внимание к Украине. Кстати, украинский павильон, а он был создан усилиями разных общественных организаций от фонда Виктора Пинчука до фонд Ведроджине помогал, Хорисон Копитал, украинский бизнес помогал, различные общественные организации. Он был назван изданием «Политика» лучшим павильоном в Давосе не за свою красоту, а за активность, за нестандартность работы, за то, что привлекал к себе наибольшее внимание. Это тоже показатель успеха. Поэтому брешет Латынина. А вот эти манипуляции по поводу украинцев, голосующих за Путина, ну, это вот тоже нивелирование. Я уже сказал, значительная часть украинцев, они либо были русифицированы, либо вынуждены проявлять свою лояльность. Те, кто... Да, сейчас это, наверное, меньшинство среди украинцев. Те, кто хочет сохранить свою идентичность, они вынуждены это скрывать. В современной России преследуют за просто, может быть, даже случайную демонстрацию сочетания цветов украинского флага. Сине-желтые цвета под запретом. В кроссовках таких нельзя ходить, или там, не дай бог, появится окраска балкона такого цвета. Все это воспринимается чуть ли не как симпатия Украине. Под запретом сердючка. Ее песни. Ну, может быть, потому что «Щеневмерла Украина» там говорится. Это вот мелочи, детали. Но они показывают, что сейчас даже вот такая минимальная демонстрация симпатии к Украине. Не то, что украинскости. Симпатии к Украине. Они преследуются. Это о людях, которые в России. Сама латыни давно оттуда сбежала. Ей легко говорить. Поэтому указ и направлен на восстановление украинской идентичности. На то, чтобы содействовать этому. Напоминать людям о том, что у вас украинские корни. Не забывайте об этом. Помните об этом. У вас есть историческая родина. А латынина мыслит как типичный имперец. И в этом смысле она ничем практически не отличается от Путина. Главное, что это историческая справедливость. Потому что в Советском Союзе в принципе всегда отрицали. Мало того, приписывали, якобы Ленин что-то там подарил Украине или Брежнев, Крым и так далее. А сколько территории оттяпали, скажем так, в первую очередь Российская Федерация, об этом, конечно же, никто не упоминает. Главное, что здесь еще и плюс историческая справедливость. Спасибо вам большое, Владислав Вячеславович. Как всегда, рада вас видеть. Напомню нашим зрителям Владимир Фисенко. Благодарим. Политолог был с нами на связи. Оперативные новости. Эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.